Сегодня наша тема ручной ввод данных при помощи PyManual Logger. Программа вебинара следующая. Сначала я немножечко расскажу о том, зачем им нужен ручной ввод. Может быть кому-то это будет интересно, но я думаю большинство все-таки так или иначе с этим сталкивались и знакомы. Вторая часть будет посвящена самому продукту PyManual Logger. Дальше у нас будет демо на живой системе. После демо я расскажу немножечко о технологиях, то есть архитектура, безопасность, совместимость, такие вещи. Ну и после этого будет раздел, что дальше. Расскажу о наших планах по развитию продукта. Ну и о том, что нужно предпринять вам, если нужно. Ну начнем, значит, введение. Ручной ввод и PyManual Logger. Во всех компаниях так или иначе присутствует ручной ввод данных. Сколько мы внедряем механизмом автоматизированного сбора, все равно без ручного ввода не обойтись. Например, тестирование нового процесса для оборудования. Нужно собрать какие-то данные, но этот сбор ненадолго и нет необходимости инвестировать в инфраструктуру сбора. Или, например, возможности автоматизации сбора просто нет. Например, оборудование слишком старое и не позволяет автоматизировать сбор данных. Или, например, это просто огнетушитель, который висит на стене и который нужно просто проверить. Сбор данных часто происходит не за рабочим местом, а где-то на заводе, в цехе, на подстанции. То есть важна мобильность. Это одна из основных проблем при сборе данных вручную. По большей части используется бумага. То есть инженер, технолог идет просто в цех и собирает какие-то данные на бумагу. Потом эти данные переносят в компьютер, например. В любом случае важна какая-то интеграция, потому что с этими данными нужно что-то потом сделать. То есть в любом случае это будет или Excel, или какая-то другая система. Поэтому по бумаге очень трудно эти данные найти потом, если их никуда не записать. Но, естественно, при всем при этом, так как процесс ручной, часто возникают ошибки. Просто человеческий фактор. Можно что-то не так записать, можно что-то не туда записать и так далее. Это пять основных проблем, которые возникают при ручном вводе данных. И Pi Manual Logger как раз и ориентирован на то, чтобы вас от этих проблем избавить. Ну, в первую очередь, как мы избавляемся от бумаги и приобретаем мобильность. Ну, мы используем планшет, мы можем использовать ноутбук, смартфон или КПК. Ну, КПК это уже довольно, скажем так, устаревшая версия. В основном сейчас уже используются ноутбук, планшет или смартфон. Дальше, для поиска данных и интеграции используется, естественно, Pi System. То есть, все данные, которые поступают через Manual Logger, они автоматически или полуавтоматически будут записаны в Pi System. И там уже с ними можно делать что угодно. Выгружать в те инструменты, которые вам необходимы. Ну, и с ошибками мы боремся посредством автоматической валидации. То есть, можно настроить какие-то проверки во время процесса сбора данных, как превышенные какие-то пределы измерений, так и назначить процесс ручной проверки. То есть, после того, как данные уже собраны, какой-то человек должен эти данные проверить, посмотреть, все ли хорошо. То есть, это валидация, это автоматическая проверка, а проверка здесь у меня, это какая-то проверка ручная. Несколько примеров использования Pi Manual Logger. Ну, например, оператор, который каждый день проходит по цеху и собирает какие-то данные вручную. Он мечтает о устройстве повышенной защищенности, которое будет водонепроницаемым, ударопрочным, огнеупорным, как ему хочется, и желательно со сканером штрих-кодов. Лаборант сидит у себя в лаборатории, там у нее потише, чем в цехе, и, соответственно, она хочет использовать планшет для записи результатов своих измерений. Инженер хочет, чтобы измеренное значение, когда оно выходит за какие-то рамки, когда превышает уставки, или просто значение не имеет смысла, например, минус 300 градусов Цельсия, он хочет, чтобы эти данные, поступая по системам, тоже проходили какую-то валидацию, и ему приходили уведомления о том, что превышены какие-то пределы. Ну, и менеджер, естественно, хочет видеть картину в целом и хочет собирать данные не только с тех устройств, которые могут собирать данные автоматически, но и с тех же огнетушителей, или каких-то других устройств, которые не оснащены измерительной аппаратурой. Теперь о нашем продукте. PyManual Logger – это набор инструментов, то есть это не какой-то один инструмент, а на самом деле их три. Чтобы не путаться в названиях, я их разбил на три слайда. Первый инструмент – это PyManual Logger 2014. Он работает на Windows, это толстый клиент, и он позволяет производить конфигурацию как общую, то есть настраивать SQL сервер, Py сервер, к которому мы будем подсоединяться, разграничивать доступ, создавать пользователей. Также позволяет совершать конфигурацию обходов. Обходы – это, собственно, единица, которая оперирует Manual Logger. То есть если человек идет собирать данные, это называется обход. Толстый клиент позволяет эти обходы конфигурировать, назначать порядок сборов, назначать теги, проводить, конфигурировать какую-то валлилидацию. Дальше, естественно, толстый клиент позволяет и собирать данные, то есть можно его использовать для сбора данных, не только тоненькие клиенты, о которых я расскажу позже. Можно запускать обход, можно его проверять и утверждать. Справа картиночка, как это выглядит, но сегодня на демо вы еще ближе познакомитесь с этим клиентом. Дальше, PyManual Logger 2014 Web использует HTML5, и он предназначен для упрощенного сбора данных. Что значит упрощенный? Это значит, что в нем имеются не все возможности, которые реализованы на толстом клиенте. Это ситуация временная, то есть клиент будет доработан, об этом я расскажу позже, когда буду касаться планов развития. Но пока это очень простой клиент, который позволит совершать основные операции по сбору данных вручную. Устанавливается он на веб-сервере и поддерживает любые устройства, которые умеют работать с HTML5. Это может быть продукция компания Apple, могут быть устройства на Android, на Windows, планшеты, любые смартфоны и так далее. Справа нарисовано, соответственно, окошко PyManual Logger Web. Я сегодня на демо тоже его покажу. Ну и еще правее у нас нарисован смартфон, на котором PyManual Logger Web установлен и используется. Ну и, как я и обещал, третий клиент называется PyManual Logger 2012 Mobile. И, естественно, первое, что бросается в глаза, это 2012. Да, это, скажем так, старая версия. Она уже потихонечку отживает свой век. Но раньше она использовалась активно. До сих пор многими нашими заказчиками используется активно для сбора данных. Почему она используется? Потому что внутри многих устройств, которые предоставляют влагозащищенность и повышенную надежность, внутри этих устройств стоит Windows Mobile 6 в основном. И эти устройства популярны, потому что, ну, просто из-за своей защищенности. И поэтому многие наши клиенты их используют. Мы до сих пор эту версию поддерживаем. И даже в Manual Logger 2014 конфигурация, которая в 2014 задана, она будет работать и для 2012. Ну, естественно, этот клиент тоже чуть-чуть более легкий, чем клиент для дескопа. Позволяет собирать данные, но имеет чуть-чуть меньше возможности. Вот. Вот, собственно, краткий экскурс в те продукты, которые в себя включает PayManual Logger. А теперь я переключусь на демо. В первую очередь я покажу PayManual Logger толстый клиент. Соответственно, я его запускаю. Стандартный пользователь PML, такой же пароль. Ну, естественно, если вы стремитесь безопасно с системой своей, нужно будет это изменить. Итак, вот такой интерфейс имеет PayManual Logger 2014. Самое главное, что нужно показать, это туры. Это, собственно, те обходы, да, или циклы обходов, которыми программа оперирует. Здесь у нас есть New Tour, создать новый тур, список туров и их конфигурация. Ну, и дальше запуск туров, то есть запуск обхода и сбор данных. Ну, сейчас я вместе с вами создам новый тур, для того, чтобы вы видели и понимали, как это делается. Соответственно, можно создать его при помощи так называемого визарда, можно пропустить, но я создам пошагово. Сначала мы задаем имя тура, или будем называть его, наверное, цикл. Имя цикла. Ну, я пропустил его описание. Дальше. Нужно задать группу доступа. То есть, первое, это задается группа полного доступа, то есть, те пользователи, которые смогут конфигурировать этот тур. И вторым, в втором поле задается группа доступа данным, то есть, те люди, которые будут собирать данные. У меня для этого существуют две разные группы. Я позже покажу, как они сконфигурированы. Дальше, следующим шагом мы добавляем те теги, в которые мы хотим писать данные. У меня эти теги называются примерно одинаково. Они все начинаются на Piml для удобства. Я выбираю несколько тегов и добавляю их в мой тур. Теги могут иметь различный формат, то есть, все форматы, которые поддерживают PIE-сервер, они поддерживаются и PIE-мену-логгерам. Здесь у меня два флота и один диджитал. Соответственно, тур создан. Вот так выглядит конфигурация этого тура. Начнем с лева. имя тура, его описание, те группы, про которые я уже сказал. Дальше можно создать, использовать какой-то тег для комментариев. Можно задать расписание, по которому будет производиться сбор данных. Собственно, расписание можно задать в любом виде, который вам нужно. Сейчас я не буду на этом останавливаться. Можно какие-то записи сделать, ну и можно выбрать опции. Про все опции я не буду говорить. Например, есть такие интересные, как manual data must be submitted for approval. После того, как мы собрали данные, завершили обход, эти данные не поступают сразу в пай-сервер, они должны пройти какое-то утверждение. Дальше опция, например, warn if tour run is not complete. То есть, если мы не завершили обход, но пытаемся его закрыть, нам выскочит предупреждение. Ну и auto send data to пай. Соответственно, данные, после того, как мы закрыли обход, они не поступают в пай, а нужно будет нажать специальную кнопочку, для того, чтобы эти данные в пай отправились. Такие опции основные. Я не буду, конечно, о всех рассказывать. Дальше, соответственно, по серединке у нас главное поле тег, справа у нас дерево тегов. То есть, я могу выбирать справа теги, и здесь имя тега меняется. То есть, здесь для каждого тега существует какая-то конфигурация. Соответственно, эта конфигурация включает в себя штрих-код. То есть, можно, например, задать циферку, да, и система выдаст. Вот такой штрих-код будет ассоциироваться с цифрой 777. Как эти штрих-коды использовать, я покажу позже на живом примере. Дальше можно использовать, опять же, тег для комментариев, можно задать группы для тегов, можно для каждого тега задать свое расписание сбора. Соответственно, расписание сбора, как я уже говорил, можно задать для всего обхода, для тега, и также еще можно задать для группы тегов. Ну и можно какие-то инструкции для оператора по сбору данных, например, посмотри на термометр, их можно здесь тоже написать для каждого тега. Дальше, если говорить про теги, то, в общем-то, бывает, что важен порядок сбора данных, и этот порядок сбора его можно просто перетаскиванием задать. То есть, мы можем сказать, что статус клапана или вентиля нужно собрать раньше, температуру на данном резервуаре. Соответственно, дальше существуют для каждого тега различные опции, они чуть-чуть более продвинутые, например, можно задать формат ввода данных, то есть, можно сказать, например, две цифры, запятая, и после запятой тоже две цифры должны выйти, и система будет проверять формат. Можно также задать проверку условий, то есть, например, сказать, что если клапан закрыт, то проверяем, температуру нужно собирать, а если клапан открыт, то температуру не нужно собирать. Я покажу пример. Соответственно, валидация данных, дальше тоже можно настроить четыре вида, даже пять видов различных пределов ставок, соответственно, low-low, low, high-high и delta. Я немножко о них позже расскажу. Здесь про группы тоже позже расскажу. Значит, каждый тег мы можем на него кликнуть, посмотреть его атрибуты в верхнем окошке. Мы можем посмотреть основные атрибуты, можно посмотреть все, если нужно. На каждый тег можно кликнуть и показать тренд по нему, как обычно за восемь часов последние. Закрываем, смотрим другой. Тренд можно увеличить, если хочется. Увеличиваю так, что ничего не видно. Ну, ничего. Вот, это, собственно, мы создали наш новый тур. Мы его сохраняем и теперь закрываем. Теперь мы можем его смотреть и видеть в списке других туров. То есть, наш новый тур и у меня здесь еще несколько различных туров есть. Я возьму и покажу вам тот тур, который я сконфигурировал заранее. Дабл клик и мы провалимся в этот тур, в его конфигурацию. Здесь, как вы видите, у меня заданы две группы, два резервуара, танк. Каждому резервуару соответствует набор тегов. Каждому резервуару можно задать какую-то конфигурацию группы. Ну, это, в принципе, примерно то же самое, что для тегов, только можно задать для группы. и что я хотел еще показать, это, соответственно, валидация, проверка условий. Здесь у меня написано, что если текущее состояние вентиля не равно 1, то есть, если он не закрыт, тогда мы делаем collect now, то есть, мы измеряем уровень. Если, соответственно, вентиль будет закрыт, мы этот шаг пропускаем. Я позже покажу, как это работает. Ну, естественно, валидация данных настроена. Соответственно, у меня здесь самый нижний предел установлен 0, нижний предел в 5, ну, 45 и 100. Соответственно, на проверку пределов можно какие-то действия прицепить. Это могут быть различные вещи, то есть, выдача сообщений, то есть, у меня настроен, что уровень в резервуаре должен быть между 0 и 100. И можно принять значение, можно отвергнуть значение, можно запросить подпись или комментарий и так далее. И можно создать запрос на работы. Это собственно нужно для общения с другими системами. Наверное, хочется теперь посмотреть, как это все работает. То есть, тур мы сконфигурировали, хочется его запустить, собрать немножечко данных. Я не буду сохранять изменения, закрою список туров. И здесь, соответственно, у меня есть, как я сейчас заходил, список туров и список туров для запуска, то есть, список обходов. по нашему туру мы еще не совершали никаких обходов. По предыдущим, по другим турам обходы уже совершались. Вот здесь внизу показывается, сколько их, в каком статусе, когда они были сделаны, кто их сделал и так далее. Ну и мы можем запустить обход для тура танкс. Резервуар. Здесь мы можем задать время, то есть, по умолчанию задается, ну, скажем так, кратное какое-то время, целое. Мы можем сказать now, то есть, сейчас 9.22, у меня 11.22, но это немножечко не такая временная зона. Ладно, и окей. Начинаем собирать наши данные. первое, на что нужно обратить внимание, это дерево справа. То есть, здесь мои теги, и вопросики, это значит данные не собраны. Вводим какие-то значения, ну, например, статус, он у нас digital, мы его выбираем из списка. Дальше переходим к следующему значению. Видите, соответственно, второе мы пропустили, да, потому что мы задали проверку условия, что если закрыт у нас вентиль, то его не нужно собирать. Уровень не нужно собирать. Соответственно, переходим, ну, то есть, крестик такой появляется, мы все равно можем его ввести, но система предупреждает о том, что собирать не надо. Дальше мы можем перейти на температуру, ввести, например, не знаю, тысячу градусов. Система нам скажет, что температура должна быть от минус 273 до 500. и пометим его красненьким. Система перекинула нас на следующее значение, здесь мы тоже можем сказать, 56 какой-нибудь. Система предупреждает, что мы опять превысили какую-то уставку, ну, здесь наконец температуру сделаем нормальную на втором резервуаре. Вот, что у нас произошло, да, у нас одно значение с предупреждением, но принято. Красненькое, значит, тоже предупреждение, но значение не будет записано в сервер. Вот, мы можем посмотреть все эти данные в табличном виде. мы можем их исправить, если хотим. Желтеньким подсвечивается, если есть предупреждение. Зелененьким подсвечивается, если сбор сейчас не нужен. То есть, вот здесь колоночка isDue, стоит false. Это значит, сейчас эти данные не нужно собирать. И эти данные тоже не будут записаны в пайс-сервер, если мы их даже соберем. В общем-то, мы говорим, что ладно, как собрали, так собрали, сохраняем. Сохранили, закрыли. Теперь наш обход, вот он здесь, последний, соответственно, в статусе completed. Completed, это значит, мы его завершили, но он еще не записан в пайс-сервер. То есть, те, которые записаны в пайс-сервер, они в статусе archive. Соответственно, мы можем зайти в него снова, просмотреть. Это может сделать другой человек. просмотрел, может отправить их на какое-то еще другое утверждение, может утвердить. Я нажимаю approve, утвердить. Система спрашивает меня, хотим ли мы поставить эти данные в пайс-сервер. Да, хотим, послали. Все, соответственно, данные сейчас в пайс-сервере, и мы можем опять этот тур открыть и посмотреть значение для каждого тега. Например, температура и здесь предыдущие значения. В общем-то, так выглядит сбор при помощи толстого клиента. Теперь я хочу показать сбор данных при помощи тоненького клиента. У меня есть тут Firefox, в котором я запускаю мануал логгер. Первое, что он спрашивает, это логин и пароль. Используется, соответственно, логин и пароль Windows. То есть, при помощи Internet Information Services можно подключить Active Directory и авторизацию Windows сделать для этой странички. администратор. Сейчас наша страничка загружается. Ну и вот такой у нас интерфейс. В общем-то, здесь мы видим все наши туры, как старые, так и новые. Мы можем посмотреть, что здесь система онлайн, то есть, мы сейчас подключены. Мы можем обновить данные, то есть, мы можем... Refresh обозначает то, что мы данные наши посылаем и принимаем конфигурацию, если она обновлена. Соответственно, обновили. Вот. Мы можем выбрать любой тур. Ну, я выберу тот же самый и совершить обход. Как выглядит этот интерфейс? Здесь, в общем-то, все тоже просто и понятно. Текущее время можно его изменить для всего тура. Время для конкретных тегов, как в толстом клиенте, здесь изменять нельзя. Только время тура для всех тегов будет указано. Соответственно, тег, его описание, дальше его значение, которое мы можем задать так же, выбрав временная метка, комментарий, можно посмотреть предыдущие значения, ну, и можно посмотреть основные атрибуты этой точки. Вот. Что интересно, это, соответственно, вот эта вот иконочка называется она баркод или штрих-код. Здесь мы можем либо вручную ввести номер, для того, чтобы перейти к какому-то элементу, ну, здесь, в частности, к тегу, либо мы можем подключить сканер штрих-кодов. Как наша система работает со сканером штрих-кодов? Мы подключаем по Bluetooth устройства, устройства сканера штрих-кодов, которые пересылают нашу систему по Bluetooth какой-то номер, соответственно, по этому номеру система производит навигацию и нас переключает на нужный элемент. Я помню, что у меня один элемент с номером 6 здесь присутствует, я его ввожу и меня автоматически перекидывает на был первый из пяти, сейчас третий из пяти, это температура. Соответственно, температуру я могу ввести. Если я превышаю какие-то пределы, система меня, естественно, предупреждает об этом красным шрифтом. Собственно, дальше я эти данные собираю, то есть я могу написать какие-то циферки, опять пределы превышены, но ничего, здесь пределы не превышены, здесь у нас даже есть какие-то инструкции посмотри на термометр, для того, чтобы определить температуру. Хорошо, посмотрели, написали пределы превышены, напишем 25. Все, в общем-то, система пишет, что у нас осталось ноль тегов, которые нужно обойти, ноль объектов, мы сохраняем и такой прямоугольничек, в котором написано, что данные были успешно сохранены. Это означает, что ваши данные ушли в Pi-сервер. Соответственно, как это проверить? Идем в меню логер, смотрим наши обходы, это был циклтанс, ну и вот, в общем-то, последний обход, данные, вот он, вот этот, unknown, completed. Соответственно, данные поступили в меню логер, но еще не отправлены в архив. Соответственно, посылаем в архив, все, данные заархивированы. Как работает система буферизации? Я помню, многим было интересно. Буферизация, возможно, на нескольких уровнях. Во-первых, это буферизация на уровне тонкого клиента, то есть, те данные, которые вы собрали, они хранятся локально, даже после того, как вы закроете браузер или отключится связь, данные будут сохранены до следующего раза, когда вы подключитесь и нажмете кнопочку refresh. Тогда данные будут переданы в мануаллогер, который уже стоит на сервере. Дальше буферизация также может быть настроена на самом сервере. То есть, если у вас архитектура ICH, то используется буферизация для того, чтобы данные хранить и распространять по различным серверам. Это два. Ну, естественно, что еще нужно сказать, что данные, прежде чем поступить в PyServer, они сначала в виде обходов, они хранятся в SQL Server и потом SQL Server специальным сервисом перекидываются в PyServer. Ну, в общем-то, это все, что все то демо, которое я хотел сегодня вам показать. Я переключаюсь обратно на нашу презентацию. И теперь несколько слов о технологиях. я уже начал говорить об архитектуре. Вот как выглядит скажем так, самое сложное решение на базе PyManuel Logger. Мы имеем здесь коллектив, мы имеем здесь SQL Server, как я уже сказал, конфигурация, кстати, я еще не говорил, но конфигурация Manuel Logger тоже хранится на SQL Server. Мы имеем Web Server. На Web Server у нас крутится Web Services, который обслуживает наши беспроводные, или может быть проводные, но легкие клиенты, в общем-то Web клиенты. И где-то например на SQL сервере или на Web сервере может крутиться ML Windows сервер, который обеспечивает передачу данных из SQL сервера в Py коллектив. Естественно, здесь же может быть настроена буферизация. Здесь снизу у нас MLPC это толстые клиенты. В принципе, если разматривать бюджетный вариант архитектуры, возможно передача через Cradle, то есть подключали по USB Cradle к КПК к компьютеру и передавали данные в компьютер. Сейчас конечно более актуальна архитектура с Web сервером. и с тонкими клиентами. Это все об архитектуре. Если будут вопросы, задавайте. Значит, дальше про безопасность. Как я уже говорил, поддерживается авторизация Active Directory, то есть как для толстых клиентов, так и авторизация через Internet Information Services с поддержкой Windows аккаунтов. естественно для того, чтобы правильно разграничить доступ к тегам для PyManuel Logger нужно немножко тоже это сконфигурировать, то есть теги должны иметь доступ только на чтение для конфигурации тегов и для данных чтения и записи. Группы пользователей PyManuel Logger я о них не рассказал, они внутренние, то есть они хранятся на SQL сервере и создавая какого-то пользователя внутри PyManuel Logger или группу, мы ее никак не связываем с Active Directory, это просто то, что позволяет вам разграничить доступ внутри системы. Ну и SQL сервер, на нем крутится база данных, которая называется PyML Windows, и нужно тоже соответствующие права PyManuel Logger на запись в эту базу данных предоставить. Дальше несколько слов о совместимости. Основное программное обеспечение PyManuel Logger поддерживает PyServer начиная с версии 2010, SQL Server может быть довольно старый, 2005, SP4, ну, последние версии естественно тоже поддерживаются экспресс легко. Windows сервер начиная с 2008 R2 и SP1 клиенты могут быть на Windows 7, 8, на Vista, ну и на Windows сервер тоже. Если говорить о совместимости с браузерами и мобильными устройствами, то есть это уже мы говорим о PyManuel Logger Web, поддерживается Internet Explorer 9-й версии, Google Chrome от 32.0 1776, Mozilla Firefox 26-я версия и далее Safari 6.1, Windows Phone 7-й, 8-й, ну и Android больше или равно версии 4.2. Теперь немножко о наших планах развития, что дальше. здесь у меня соответственно табличка слева колоночка с версией для релизом, справа тема, посередина тема и справа примерная дата. Manual Logger 2014 релиз 2 будет содержать локализацию, сейчас есть тема, как вы видите, на английском только, но к нашей конференции в Лиссабоне мы планируем выпустить локализованную версию. дальше R3 будет больше возможностей в Web, то есть будет еще не полностью поддерживаться все те возможности, которые есть на толстом клиенте, но будет больше, что конкретно я сейчас вам не скажу, точно больше. Вот это планируется наконец-то с 2014 года. 2014 R4 это планируемая последняя версия для PC, потом мы будем переходить полностью в Web. Она планируется на тот момент, когда PyServer будет поддерживать данные будущего времени, то есть в этой версии стоит ожидать поддержку данных будущего времени. Ну и Manual Logger 2015 это то, что врежет на горизонте, это поддержка AF и вся конфигурация в Web интерфейсе, то есть в этом релизе мы планируем избавиться от толстого клиента навсегда и всю конфигурацию и весь этот функционал, который в нем был, перенести в Web. И планируется предварительный просмотр, то есть это еще не релиз, на нашей конференции в Сан-Франциско весной 2015 года. Ну а теперь, что дальше, я бы хотел призвать вас к действию, если вам что-то интересно, если есть какие-то дополнительные технические вопросы, задавайте, пишите нам. Если есть вопросы о лицензировании стоимости, тоже задавайте, пишите. Ну, пару слов о лицензировании я скажу. Собственно, лицензируется система по пользователям, то есть сколько пользователей вам нужно, столько покупайте. Дальше сколько стоит, спрашивайте у наших менеджеров по продажам. Дальше, если вам интересна демо-сессия, которая может быть откроет какие-то другие возможности, которые я здесь еще для вас не показал сегодня, тоже пишите, можем устроить удаленно или на месте. Ну, и пробные лицензии, если вам хочется собственно систему установить, попробовать, потрогать, это тоже возможно, нужно только связаться с нами.